Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Exeged пришел следующий вопрос. Все ли события являются промыслом Божиим? Друзья мои, то, что Бог предвидит то, что произойдет в нашем мире, не потому что обладает какими-то феноменальными способностями, как у самого замечательного, самого продвинутого ясновидящего или экстрасенса, но лишь потому, что находится над временем. Для него все события, которые произошли или произойдут, находятся в какой-то далекой перспективе. Он смотрит на нее сверху, со стороны, с другой глубины, с другого мода события, если хотите. Поэтому он, предвидя, что произойдет, он не предопределяет эти события. Как мать не предопределяет падение своего ребенка с третьего яруса табуретки, который он поставил друг на друга и, естественно, падает, не умеет держать равновесие. Не вела в искушение мать этого ребенка, не предопределила это падение, но предвидела, потому что вполне себе предполагает, чем это закончится, зная законы притяжения. Бог не предвидит, повторюсь, так, как мать, он видит все, что произойдет, находясь вне времени, вне этих событий, не предопределяет их. И сознательно ограничила свое влияние на каждого из нас, потому что создал нас по образу Божьему, по образу своему. И одной из существенной части этого образа является наша свобода. Мы вольно выбирайте, по какому пути идти. В сторону правды, в сторону лжи, по темной дорожке или по светлой. И Бог не может заставить нас принять то решение, которое приятно Ему. Опять же, из-за этой пресловутой свободы, которой наградил каждого из нас. Но о каждом из нас есть некоторая помощь Божия. Бог хочет, как говорит Писание, чтобы все спаслись и пришли к познанию истины. Вся наша земля и жизнь, она является набором некоторых средств и целей, но главной из которых является достижение о Божине. Человек по благодати Божией должен стать по своим моральным и нравственным характеристикам, тем, кем Бог является по своему существу. И, собственно, жизнь школа, смерть экзамен. После этого экзамена ты входишь в настоящую жизнь, в настоящее бытие, где Бог всяческое во всем, как говорит Писание. Ты в нем и он в тебе, и ты уже обоживаешься, ты становишься тем, чем Бог является по природе, ну, по благодати. Собственно, об этом весь Новый Завет, об этом очень подробно и замечательно пишет преподобный Максим Исповедник. Если вы никогда не слышали это имя, то откройте его труды, почитайте, заинтересуйтесь. Это один из тех отцов, кого читать нужно и полезно. В общем, не сходится все богословие, не сводится лишь только к популярным отцам с Афона или еще с какого-нибудь Града Китти же, читайте серьезно, хорошую богословскую литературу. Так вот, Господь, не ограничивая нашу волю, не смотрит на то, что совершает человека равнодушно. Но он вынужден попустить то или иную горе, то или иную беду, которая происходит с человеком, которая сознательно отдаляется от исполнения заповедей Божией. Поскольку для того, чтобы заставить человека быть хорошим, Бог должен нарушить основной принцип изопотношения с человеком. Что быть, конечно, не может. Потому каждый поступок, который мы совершаем, должен вести нас к тому, чтобы осуществить промысл Божий о нас, промысл Божий о нашем спасении, промысл Божий о нашем обожении. И каждый негативный поступок, если и совершился, только лишь не потому, что воля Божия была на это. Чтобы ты в аварию попал, или себе там палец прищемил, или не поступил в университет, или парень тебя бросил. То есть не было воли Божией в этом. Было же что? Ну, если хотите, некоторые попущения. Твоя личная ошибка, которую Господь попустил совершиться. Поэтому для нас, дорогие братья и сестры, главное нащупать вот этот баланс между тем, что хотим мы, и что хочет Бог о нас. Так, чтобы любой поступок служил не только к увеличению материальных средств, к облегчению жизни, но и к достижению Царства Божьего. И, как говорит Писание, ищите прежде Царства Божьего, все остальное приложится вам. То есть это такой очень простой, замечательный рецепт благочестивой жизни. Когда ты приобретаешь и здесь что-то, и не теряешь в жизни загробной. Поэтому я искренне всем желаю, чтобы промысл Божий о вас осуществился, а попущение Божие как-то проходило мимо. Ищите волю Божьей, которая скрывается в Священном Писании. Живите им, плавайте в нем умом и сердцем. И со временем вы научите очень быстро и легко определять, что действительно по воле Божьей, а что по попущению Божьему, по отношению к вам. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.